А мы продолжаем следить и знакомить вас с самыми актуальными событиями прошедшей недели. Меня зовут Джамиля Амирова и я представляю новости на канале Новая Эпоха. Здравствуйте, а теперь коротко о главном. Проблемы в сфере образования в России и утечку мозгов из страны информационно-аналитический портал Новая Эпоха обсудил с российским экспертом, кандидатом политических наук, а также директором информационно-аналитического центра «Национальный диалог» Дариной Перковой. Касательно общего уровня образования в России, эксперт сказала, что надо постараться говорить объективно. Образование, безусловно, не самое плохое, не самое дорогое и довольно разнообразное. Есть безусловные достижения, которые подтверждаются ежегодными победами российских школьников и студентов на международных олимпиадах, в том числе поточным наукам, IT и программирования. Но, к сожалению, МГО имени Ломоносова пока единственный вуз, который балансирует в последних десятках топ-100 мировых вузов. Лично меня по-прежнему не устраивает уровень языкового образования в России, и иностранных языков, и прежде всего русского. Это связано не только с увеличением миграционных потоков из страны Средней Азии и недостаточным качеством преподавания. Языкознание не должно быть каким-то престижным и желаемым. Оно должно быть повседневным, интересным и обязательной задачей для всех учащихся, так как языки – это основа межнациональных и международных коммуникаций, добавила Дарина Перкова. Говоря о сумме, выделенной на финансирование образования, она отметила, что их просто воруют. Это уже какие-то аксиомы, к сожалению, для российской социальной сферы. И денег дают мало, и то, что дают, воруют. Борьба с коррупцией из повестки дня, очевидно, выйдет не скоро. А насчет утечки мозгов тут надо сказать, что ситуация мне не кажется драматичной. Это нормально, что человеку хочется попробовать поучиться и поработать в другой стране. И это прекрасно. Драматично, когда все больше молодых людей изначально не видят для себя перспективы для жизни и развития в России из-за количества запретительных новых законов, цензуры и прочего. Эта позиция, увы, имеет тенденцию к увеличению, сказала Перкова. А вот соцсети Facebook и Twitter удалили несколько десятков сообщений в рамках усовершенствования методов противодействия, дезинформации и влияния на электоральные процессы во время губернаторских выборов в трех штатах Соединенных Штатов. По ее данным и по итогам выборов нет оснований говорить о скоординированной попытке повлиять все-таки на голосование, поскольку большая часть удаленных постов была размещена рядом не связанных друг с другом пользователей. А сами сообщения носили, скорее всего, очень шутливый характер. Так телекомпания в качестве примера привела пост одного из пользователей, в котором тот пишет о переносе голосования на следующий день из-за дождя. Согласно неназванному сотруднику Министерства внутренней безопасности, высказывание, которое приводит CNN в ходе прошедших выборов в контексте борьбы с дезинформацией, не было обнаружено ничего необычного. Однако противодействия фейкам по-прежнему остаются приоритетом для американских властей, указал он. В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось торжественное открытие персональной выставки Чингиза Фарзалиева под названием «По ступеням времени». Об этом сообщает канал «Новая эпоха». Выставка также приурочена к 50-летию творческой деятельности заслуженного деятеля искусства Азербайджана, директора Азербайджанского национального музея искусств, а также председателя Государственной экспертной комиссии по изобразительному искусству, профессора Чингиза Фарзалиева и награждению его ордена Шехрят за заслуги в развитии изобразительного искусства в Азербайджане, согласно распоряжению президента Азербайджанской республики. Мероприятие посетили видные общественные деятели, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, известные деятели науки, литературы, искусства, друзья и родственники, а также поклонники творчества Чингиза Фарзалиева. В своей приветственной речи на открытии мероприятия председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов дал высокую оценку деятельности Чингиза Фарзалиева, подчеркнув, что как художник он известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. В Баку, в центре Гейдара Алиева, прошел концерт известного азербайджанского пианиста и композитора Руслана Агабабаева, проживающего в Соединенных Штатах Америки. Руслан Агабабаев представил концертную программу, состоящую из этнической, джазовой и классической музыки. В репертуаре пианиста собственные композиции, а также авторские интерпретации произведений Астора Пьет Цолны, Мишеля Лекрана, Гаргараева и других композиторов. Париж установит квоты для эмигрантов, у которых есть все-таки высшее образование. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Наше желание состоит в том, чтобы выбрать, как мы будем принимать мигрантов через установку квот для мигрантов-профессионалов. Об этом он сообщил на пресс-конференции. В сентябре президент Франции Эммануиль Макрон заявил, что его страна не способна предоставить убеждения всем желающим, если она хочет помочь обеспечить мигрантам достойную жизнь. По его словам, после президентских выборов во Франции 2017 года наблюдается рост числа людей, желающих получить убежище в этой стране. Однако, пояснил президент Франции, не стоит быть слишком привлекательной страной. Также Макрон указал на недостаток сотрудничества между европейскими странами в миграционной сфере. В Азербайджане за 10 месяцев этого года 116-263 человека прошли медобследование для вступления в брак. Об этом для канала «Новая эпоха» сообщила директор научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Захара Алимерзаева. По ее словам, из них 3018 являются насильниками телосемии, у 256 обнаружен сифилис и 126 спид, у 36 пар обе стороны были носителями телосемии. В октябре было обследование 12645 человек, 365 обследованных являются носителями телосемии, у 39 обнаружен сифилис, 19 человек с спидом больны, у 5 пар обе стороны являются источниками и носителями телосемии, сообщила директора института. А это были все новости к данному часу. Встретимся с вами в следующую пятницу в это же время. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok